хайпо дэй это швед и у меня 4 поинта и 7 пунктов point 1 люди заходят в telegram чаты и оставляют негативный фидбэк на последний гайд по фарму xp point 2 люди заходят в telegram чаты и это зашибись point 3 на канале в кои-то веке чуть-чуть начало подрастать количество подписчиков и point 4 действительно гайд видимо довольно затянутый и в общем говоря такой так себе получился гайд я решил немножко структурировать и максимально сократить для тех кто не любит такой формат свободный свободного монолога скажем так окей сейчас шкафчик поймается секунду шкафчик мне нужен вообще шикарно редко редко справиться окей насчет 7 пунктов по фарму xp значит есть три вида игровой активности которые приносят вообще xp это фарм трейсов то есть ловля точнее освобождение находок это фарм башен это виза один челеджес и третье это открытие порт киев но не всегда приносит опыт или бывает приносит мало но бывает прям очень много падает соответственно как мы будем расставлять приоритеты по вот этим вот трем видом активности мне кажется что все таки на первом месте значит фарм трейсов если вы сидите на dark детекторов в хороших в большом количестве смело врубайте эликсир и фармите если у вас нет dark детекторов или ну вы экономите чтобы потом на общей ферме потратить вам необходимо будет найти определенные точки для фарма но об этом далее во вторых порт киев порт киев надо заранее выгуливать как яйца и их можно оставлять значит в виде сапогов откладывать для открытия единовременного ну не совсем единовременного один за другим вы будете их открывать получать опыт значит и последнее это виза хринг челленджес у них есть несколько минусов во первых вы будете тратить на виза хринг челленджес большое количество времени на заход в бой и во вторых вы будете тратить довольно много энергии если будете заходить не в единички двоечки троечки а будете заходить в какие-то шестерки семерки восьмерки и так далее очень много будет уходить вас энергии окей значит приоритеты мы расставили значит в первую очередь у нас трейсы во вторую очередь у нас парт киев ну примерно порно на самом деле и значит в третьей в третью очередь у нас виза хринг челленджес значит подготовка к фарму значит два момента нам нужно учесть во первых нам нужно подготовить став во вторых нам нужно подготовить маршрут давайте сначала с маршрута начнем вам нужно найти у себя на районе фарм точки сейчас покажу как я искал можете вас воспользоваться тоже той же самой методикой так давайте айфон вырубаем сейчас откроем второй монитор вот мой второй монитор здесь у меня карта ингресса давайте вам покажу значит у меня 1 фарм . вот здесь где я вожу то есть этот портал балерейного буфа театр был соответственно и tower of shell man здесь у меня спавнится около 25 трейсов единовременно то есть там еще надо со временем подгадать ну вот когда я в 6 часов примерно приезжаю сюда у меня здесь прям целая куча трейсов и далее прям рядом значит переходим дорогу здесь вот практически ничего не спавнится и вот с этого места вот с этого углового дома начинаю начинают спавниться всякие штуки ибо самое большое скопление в районе вот этих вот нескольких порталов 1 2 3 4 5 нет 6 до 6 в районе вот этих шести порталов хорошо спавнится одитис и хорошо спавнится вообще в принципе трейсы есть еще несколько спаун точек которых которые я нашел разными способами и я проверил они в гарри поттере присутствуют если вот это была аномальная точка спавна покемонов это еще с покемонов помню но тут видит тоже рядом есть довольно большое скопление порталов но на самом скоплении ничего нет а вот здесь вот прям есть здесь есть башня около этой башни тоже есть определенный спаун он очень сильно колеблется в зависимости от того когда приходишь но типа от 6 там трейсов в этом районе бывает тут башня еще раз и еще вот здесь вот у меня есть точка на углу республиканской здесь покемонах ничего не спаунилось но в покемонах здесь находится гимн и соответственно здесь стоит флаг дарковый то есть темное искусство и здесь очень много зеленых энкаунтеров падает рейсов еще тут есть одна точечка вот здесь вот но она довольно далеко и я там редко бываю поэтому что ну сложно уложить ее в маршрут в какой-то соответственно то есть мой маршрут обычно пролегает вот отсюда через парк по республиканской вот до этого места здесь и останавливаюсь начинаю фармить здесь потом здесь если здесь мало еду сюда значит и вот здесь еще есть маленький закуточек тоже там можно змею поймать окей ориентируйтесь на скопление порталов и просто гуляйте по району может быть вы сможете найти нечто похожее то есть какой-то аномальный спаун и насчет несколько раз туда нужно зайти проверить если он там есть все включаете маршрут окей давайте это мы пока закроем все второй монитор вырубаем дальше по списку оптимизация маршрута окей значит вам нужно оптимизировать маршрут так чтобы количество точек которые вы собираетесь обойти укладывалось в полчаса и желательно чтобы эти точки находились рядом то есть чтобы фарм был вообще не прекращающийся естественно как если вы быстро передвигаетесь на каком-то транспорте то у вас не стоит такой проблемы но если вы идете пешком то надо так вот проложить маршрут чтобы хотя бы что-то либо ловить либо энергию восстанавливать далее подготовка става под фарм вам нужны эликсиры значит они валятся из значит мозгов лягушки которых дофига далее там нужны яйца такие коричневые их довольно сложно найти но они периодически валяются то есть такие достаточно рарные и далее там есть dragonclaw перетертая крышня дракона значит она добывается из парткеев и значит там еще нужны грибы грибы надо выращивать они растут сутки я предлагаю просто вот один раз их вырастить собрать 12 штук и примерно какой-то такой баланс этих грибов поддерживать далее значит по поводу варки самих зелье вы можете одну зелье поставить в обычный котел на ночь второй зелье вы можете поставить в платный котел за 15 монеток то есть вы либо ставите сразу это зелье мозговое либо вы ставите какое-то дешманское зелье типа хилки или там экстремалу и значит после этого значит втыкаете мозговый эликсир тогда вас еще типа какое-то дополнительное зелье сварится именно сначала дешевое потом эликсир потому что иначе у вас ничего не получится окей далее порядок осуществления действий что мы делаем в первую очередь значит мы мы ловим трейсы расколдовываем находки причем я обычно расколдовываю сначала более легкие потом более тяжелые именно именно когда под банкой это делаю естественно когда банки нет для меня более рарные в приоритете значит далее когда вы не нечего вам ловить вы начинаете в это время открывать порткей особенно если у вас их много ну больше 5-6 минут у вас это точно не займет можно открывать их на ходу на самом деле смотрится еще более стремно чем на месте потому что вы идете и крутитесь при этом еще очень весело и значит на последнем месте у нас wizarding challenges то есть вам нужно тоже придумать маршрут чтобы пролегал так чтобы если что нет трейсов кончились порткей чтобы вы добивали опыт о башню соответственно думайте собирайте эликсиры собирайте ингредиенты все это варите находите хорошие места и пускай вам все повезет пускай вам повезет на этом хайдо надеюсь получилось короче давайте смотреть с с и и и